Продолжение следует... По притоку молодых, высококвалифицированных интеллектуальных кадров, если Россия будет всё время донором Силиконовой долины во время цифрового общества, то пространственное развитие России будет под вопросом, какие бы направления, механизмы мы не заложили. Демография, качество трудовых ресурсов – это элементы пространственного развития в обязательном порядке, поэтому рекомендация в эту сторону осмыслить эти процессы. И последняя реплика всё-таки, опять возвращаясь к индикаторам. Уважаемые коллеги, я когда услышала Александра Александровича Пескунова с индексом включённого развития, я зааплодировала абсолютно искренне, потому что это действительно наиболее современный индекс, который включает в себя, и он недавно стал таким ключевым в мировом измерении. Коллеги, обратите внимание, мы используем здесь индикаторы, ну, очень странного, непроверенного качества. Понимаете, я вот беру индекс качества городской среды, завожу и смотрю, у нас Казань оценивается по этому индексу как город с низким качеством городской среды. Коллеги, а что тогда с высоким, кроме Москвы и Санкт-Петербурга? Понимаете, мы на уровень национального индикатора верхнеуровневой стратегии пространственного развития берём, ну, это надо смотреть, что мы закладываем. У нас из девяти индикаторов четыре посвящены транспорту, каким-то мелким моторикам транспорта. То есть не может так мериться результативность стратегии самого верхнего уровня такими индикаторами. Посмотрите методологически, это же ужас какой-то. У нас, понимаете, рост числа жителей, которым доступны центры, на сегодня оценивается как ноль. Даже непонятно, что это за индикатор, на что в 2017 году нет людей, у которых доступ к центрам. То есть здесь вот методологический аппарат, чрезвычайно слабый. Здесь происходят разрывы, но я уже об этом говорила, и мне даже как-то страшно с этим агрегатором. Нужен какой-то руководитель проекта, который соединит, понимаете, методологически целеполагание выровненное потом с направлениями, инструментами, механизмами и оценками. Потому что вот по этой последней таблице будет замеряться качество реализации стратегии. Коллеги, очень много ошибок. Продолжение следует...